С 29 февраля в Брестской областной больнице введен особый режим, запрещающий плановую госпитализацию и посещение пациентов, находящихся в стационаре. А также усилены меры по дезинфекции поверхностей, которые проводятся не менее трех раз в день. Кроме того, весь медперсонал больницы в обязательном порядке носит маски и перчатки. Но, несмотря на все меры, здесь зафиксирован первый ребенок с положительным тестом на коронавирус. Был у нас один ребенок с вероятным случаем заражения. Он у нас был помещен в бокс приемного отделения до момента выяснения, есть ли у него коронавирус или нет. И после получения результата положительного, этот ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение Брестской областной больницы. Это произошло 10 апреля. Нами установлены контакты первого уровня, это сотрудники, поскольку ребенок один находился в боксе. Все они обследованы и у всех сотрудников результат отрицательный. В избежание подобных случаев администрация больницы с 13 апреля ужесточила работу приемного отделения. Теперь потенциальные пациенты не могут сюда войти с улицы. Если у ребенка есть какие-либо жалобы на здоровье, родители должны позвонить в дверь и к ним выйдет медицинский специалист. Он зафиксирует симптомы и, если они не схожи с коронавирусом, то малыша уже в самом отделении осмотрят врачи. В противном случае он будет направлен в инфекционное отделение областной больницы по улице Медицинской. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике, учреждения здравоохранения отменили плановую госпитализацию и запретили посещение пациентов. Брестская детская областная больница не стала исключением в этом списке. В отделение не впустили и нашу съемочную группу, ведь режим – это дело серьезное. Кроме всех вышеперечисленных мер, в детской областной больнице перепрофилированы и два отделения. То есть у нас одно отделение перепрофилировано под отделение такой типа фильтра, куда поступают все дети вот с улицы с ОРИС, с пневмониями. И после того, как их тестируют, при получении отрицательного, их переводят в пульмонологию. И еще у нас есть третье отделение. Это тоже отделение с острыми респираторными, только они по возрасту там. Во второе – постарше дети, в третье – помладше. Для того, чтобы ваш ребенок не стал носителем коронавирусной инфекции, эпидемиологи советуют придерживаться элементарных правил. Хотелось бы посоветовать родителям, ввиду того, что продлены школьные каникулы, чтобы дети в это свое свободное время все-таки не находились в местах массового пребывания людей, а сидели дома, чтобы минимизировать контакты, в том числе с, вероятно, зараженными людьми. Мыть руки как можно чаще, обрабатывать их антисептиком после посещения каких-то массовых мест. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ.